я вас приветствую на своем канале рада что вы ко мне заглянули в гости сегодня будет вязальный влог сегодня я вам расскажу о вязании детского детской кофточки джемперка из хлопчатобумажной ткани мы с вами выкройку сделаем я вам покажу как я вязала все расчеты покажу какие нитки у меня и немножко расскажу о других процессах которые я у меня на данный момент продвигаются потихоньку зеленый свитерок который мы с вами вяжем вместе уже три части у нас есть на канале кто хочет связать заходите начинайте вяжите есть еще у меня один процесс по вязанию голубого серого голубого серо-голубой кофточки я покажу как продвинулся у меня этот процесс покажу розовенькую кофточку которая у меня связана до этого и я хотела предложить вам ее если кто хочет я могу вам сделать видео по вязанию этой кофточки она связана из ниток ярнарт они сейчас в интернет-магазине 5 мотков идут по очень большой скидке я и кину ссылку на свой канал и если кто захочет может приобрести эти ниточки и связать они бюджетные но очень хорошие вноски и если кто-то смотрит канал инны тищенко она в основном пользуется она вяжет в основном бюджетными нитками я буду смотрю ее последние видео новые у нее канал открылся смотрю ее видео и очень много вещей связаны у нее из этих ниточек кстати недавно вышло видео она показывала из этих ниток что она связала поэтому эти ниточки я тоже из них много вязала детские комбинезоны вязала детские пальтишки вязала в две нити в три нити вязала плотные такие курточки вязала поэтому эти ниточки очень хорошие и вот эта кофточка беленькая связана из этих ниточек поэтому кому интересно можете пишите мне в комментариях если наберется определенное количество людей которые захотят связать эту кофточку я сниму видео так девочки еще хотела сказать вам по поводу сейчас везде идет такой ажиотаж по эпидемии коронавируса недавно была в аптеке и купила такое лекарство не лекарство а для обработки рук хочу вам порекомендовать его сейчас я вам покажу принесу его одну секундочку смотрите девочки это не реклама просто чисто по-человечески хочется всех как бы огородить от этого заболевания не дать ну как сказать вот сама этим пользуюсь и так не хочется чтобы люди болели столько сейчас всяких и детки болеют и взрослые и боятся все и на улицу выходить и в общественные места выходить поэтому если у кого есть возможность он недорогой в аптеке в любой аптеке спросите и вам его порекомендуют и предложат это гель для рук антисептический смотрите вот я вам показываю сейчас я вам лучше прочитаю потому что тут на камеру плохо видно значит санация рук 99 и девять сотых процентов это наш московский препарат в москве его делают делают кожу рук мягкой увлажняет оставляет ощущение свежести и в то же время он убивает все микробы у нас нет возможности допустим каждый день вернее если мы куда-то выезжаем или выходим руки постоянно протирать салфеткой там или мыть а этот я купила его все сумки бросила эти пузыречки если куда-то выхожу допустим да и дома иногда в течение дня там хожу раз так на руку нанесла он очень такой приятный смотрите вот так наносится и растирается и такой и в то же время руки увлажняется и такое чувствуется конечно спиртовой раствор чувствуется но ничего страшного можно потерпеть если кому неприятен этот гель вернее запах вот но можно ради своего здоровья потерпеть поэтому просто вот чисто как бы от души рекомендация потому что очень многие сейчас смотрю такой ажиотаж все боятся и выходить и продукты нужно вроде проехать продукты купить и иной раз боишься из дома выходить думаешь сейчас выйдешь и еще где нибудь что-нибудь схватишь вот и сейчас подружка у меня мы с ней пообщались созванивались она мне говорит ну посоветовала пить больше воды обязательно в течение дня промывать постоянно споласкивать горло рот полоскать водой чтобы ну как бы все эти микробы выводить со слизистой уже не знаешь как себя предупредить поэтому если кому-то эти советы будут полезны пожалуйста воспользуйтесь вот я допустим поставила себе воду 2 литра налила в бутылочку поставила и в течение дня потихоньку эту воду выпиваю по чуть-чуть если допустим кто-то не любит пить просто воду можете туда выдавить несколько капель лимонного сока еще хотела посоветовать такую гимнастику утреннюю для легких очень хорошо одна у меня фитнес инструктор знакомая посоветовала мне а значит берете еще когда не вставая с постели лежите и делаете дыхание животом на вдохе значит втягиваете значит вдыхаете в живот этот а выдыхаете из ну как бы воздух из живота на вдохе живот у вас самый тягиваете в живот воздух на выдохе выталкиваете его это называется дыхание животом очень тоже хорошо делает гимнастику легким легкий про хорошо продувает и нам обязательно в нашем возрасте такая гимнастика просто необходимо она как бы дают проснуться нашему организму я испробовала просто на себе постоянно этой гимнастикой стала пользоваться и вот не вставая с кровати и потом не знаете еще мне посоветовали когда встаешь с кровати допустим резких не надо движение делать потихоньку сели опустили ноги посидели собрались с мыслями и потихонечку потом встаете и обязательно нужно вставать на выдохе не на вдохе а на выдохе тогда как бы нагрузка меньше идет на наши на сердце на сосуды когда мы встаем на выдохе вот выдыхаете и встаете еще вот это хотела вам посоветовать ну и нам вязальщицам хочу дать вот такой тоже небольшой совет значит когда ну посидели повязали устает у нас и руки устают и пальцы и суставы болят и все я например делаю 3-4 раза в день гимнастику рук ног просто на ровную поверхность на жесткую допустим там даже можете на диване там или делая не не на мягкой поверхности легли позвоночник вытянулись позвоночником расправили руки-ноги и делаете значит кистями рук вот такие движения вот и точно также делаете ногами в одну сторону другую сторону тоже очень хорошие упражнения и потом как бы суставы перестают у меня вот после этой если конечно не один раз не два раза сделать если сделать несколько раз и суставы перестают болеть вот такие сегодня хочу дать чисто свои рекомендации сама пользуюсь и хотела бы вам тоже порекомендовать такие упражнения они не сложные и в то же время ну как сказать поддерживают наше физическое состояние но приятного всем просмотра сейчас все подготовлю и покажу вам мастер-класс по вязанию этого детского джемперка друзья я снова с вами я в сфере подготовила к нашему мастер-классу по вязанию детской кофточки жакетика связано на меня из ниточек от drops хлопчатобумажный стопроцентный хлопок и вот такая вот я же у меня в остаточках оставалась это от yarnart джинс я сделала вот такую отделочку такого шоколадного цвета вязала я комбинезончик у меня остались ниточки и я решила решила связать вот такой вот жакетик значит смотрите вот этот жакетик где-то на три на четыре года у меня внучки сейчас и полтора годика а я потихоньку подвязывала вещи складывают она когда в гости ко мне приезжает я дарю ей такие вот всякие вещички хлопчатобумажные в основном или yarnart использую или baby wool там хороший состав но этих ниточек детские они не как сказать гипоаллергенные очень приятные детской кожи поэтому я очень много перевязала вещей детских из этих ниток особенно из baby wool ализель baby wool и yarnart джинс комбинезоны вязала вязала кофточки курточки пальтишки очень много на заказ а сейчас уже меньше стала вязать потому что немножко уже сократила вязание из-за суставов и поэтому сейчас больше что-то если берусь вязать на заказ то что там такое интересное более модное красивое но чтобы не количеством брать а качеством и так значит смотрите это у меня тоже связан реглан сверху сейчас я вам расскажу как я начинала вязать сколько набирала петель здесь у меня все записано как делала образец обязательно нужно сделать каких ниточек вы будете вязать это я уже повторяю в каждом своем видео потому что если будете делать образцы и вязать непосредственно по количеству петель на образце и когда вы это все свяжите померите постираете отпарите и количество петель вы считаете у вас будет связано вы будете вязать один раз не распуская не переживая что там что-то у вас не получится это будет однозначно то что вы задумаете то вы и свяжете потому что я раньше тоже пренебрегала вязанием образцов сейчас я вижу только не успею купить нитки вы не поверите покупаю нитки и тут же сразу вижу образец на тех спицах которые рекомендуют производитель и потом уже там смотрю если допустим хочу связать какие-то спицы побольше поменьше там отступить от рекомендаций тогда значит я вяжу на свое усмотрение с каких ниток какую вещь я буду вязать под эти спицы вяжу обязательно образец чтобы сделать обязательно расчет правильный расчет значит набираем от горловины вот здесь вот набираем и вяжем значит резиночкой вяжем резиночкой где-то наверное сантиметра полтора сейчас я точно скажу потом будете вывязывать росток ну да где-то сантиметра полтора у меня идет резиночка две лицевые 2 изнаночные обязательно будете вывязывать росток что здесь росток небольшой здесь где-то сантиметра два росток всего лишь навсего но он нужен потому что что по шейке хорошо обхватывала чтобы красиво изделие смотрелось на любой вещи связанные сверху обязательно нужно вязать росток за исключением тех моделей где вырез у вас по спинке идет там открытый допустим лодочка или еще какой-то такой более спинка открытая или там бывает что вяжут я отвязала платье у меня был конусом вырез такой вот сейчас я вам покажу вот так вот у меня на спинке шел вырез за исключением вот таких вырезов я потом в дальнейшем расскажу вам как вязать это платье буду снимать видео из хлопчатобумажной нитик я нити я буду вязать платье и покажу вам как делается этот вырез будем ажурная там вязать платье или какой-нибудь какое выберем захотим сами связать или сарафанчик будем хлопчатобумажный вязать в общем в дальнейшем мы уже с вами решим на всех вещах которые я вижу регланом сверху обязательно я делаю обязательно делаю росток здесь вот смотрите значит у нас такой идет расчет петель я набирала по своим ниткам я вязала образец по своим ниткам я набирала 64 петли 64 петли значит у меня вот ушло вот сюда вот на ворот разделила я и значит вот смотрите по 8 петель чик на рукава по 2 петельки на 4 рекламные линии это 8 петель и остальные значит петли у меня ушли на спинку и на полку значит получается по 12 петель на полке и 16 петель на спину у меня ушло так как я буду здесь вязать поворотными рядами вы уже знаете как вязать я рассказывала как этот росток вяжется рукав делите на три части 8 петель допустим делите там 1 допустим 3 петельки провяжите и вторые три а остальные а последние две петельки 3 3 и 2 разделите на три части и поворотными рядами туда-сюда мы вяжем росток вывязываем обязательно росток и потом от ростка уже мы идем вязать прибавляя вот по регланным линиям в каждом один ряд мы прибавляем другой ряд мы провязываем допустим по лицевой стороне мы прибавляем воздушную петлю по изнаночной стороне мы ее провязываем и получается что у нас через ряд мы делаем прибавление вот вяжем расстояние регланной линии в зависимости от того на какой размер на по вашим расчетам на какую какой у вас ребенок какое какая будет регланная линия у меня значит регланная линия была 15 сантиметров вот это регланная линия 15 сантиметров а рукавчик у меня получился 32 сантиметра я вязала комбинезончики на этот возраст и у меня рукав был у всех вязаных комбинезончиков на 3 на 4 года 32 сантиметра но если вы хотите допустим сделать какой-то отворотик побольше там вы уже смотрите сами это вы уже будете решать сами значит смотрите вяжем прибавляем вы уже поняли планочку обязательно нужно отделить потому что отдельно привязывать как бы на хлопчатобумажных изделиях планку отдельно вязать она будет грубовато смотреться когда ее прикидливать там или пришивать я вязала сразу у меня здесь идут идет значит рисунок букле 1 изнаночная 1 лицевая надо по одному ряду следующий ряд идет наоборот из изнаночной ввязываем лицевую из лицевой изнаночной получается вот такой вот рис петелечки здесь обязательно делаем сколько там пуговичек будете делать обязательно делаем петельки кто не знает как петельки пишите в комментариях я одно видео сниму покажу вам как делать петельки если кто-то допустим новички вообще не умеют делать петельки и обязательно значит пишем в комментариях по поводу реглана если кто не сможет сам просчитать снимите мне пожалуйста мерки своей окружности шеи я вам просчитаю реглан сама продолжаем девочки разглядывать нашу кофточку не дают мне толком снимать то один то второй то третий внук из школы сейчас приедет подготовила обед сейчас буду кормить в общем съемки прерываются ежесекундно так значит что я вам рассказала рассказала по поводу регланной линии рассказала под длину рукава по боковой линии значит у меня 17 сантиметров вы смотрите сами какая длина изделия у вас будет теперь по поводу рисунка значит здесь у нас у меня идет лицевая гладь я решила не использовать никакие потому что хлопок хочется чтобы он был легкий гладкий приятный к телу вот я использовала лицевую гладь вы смотрите сами какой вам рисунок отравится теперь значит давайте перейдем на на этот на спинку по спинке я пустила вот такую вот ажурную полосочку она связана значит у меня схемка вот такая вот первый ряд значит у меня идет накид 2 вместе 2 вместе накид и так повторяем этот самый если хотите двойную дорожку значит повторяйте вот вот накид 2 вместе 2 вместе накид опять накид 2 вместе 2 вместе накид можете между дорожками сделать допустим какое-то расстояние если не хотите делать захотите сделать так как у меня значит вяжите так первый ряд накид 2 вместе 2 вместе накид второй ряд 2 вместе накид 2 вместе накид и повторяем так идем по этому по рисунку вот если хотите значит можете в каждом ряду такое делать но я делала через ряд значит один ряд я вижу это получится не второй ряд первый третий получается второй четвертый у нас будет эти накиды вяжем по если мы делаем их по изнанке значит делаем по лицевой линии лицевыми провязываем если мы делаем их по лицевой накидываем то на изнаночной стороне вяжем изнаночные ну как петли идут так мы их и вяжем не буду долго распространяться вам наверное этот рисунок известен все наверное вязали его вот такая вот дорожка можно пустить сюда какую-нибудь другую дорожку не обязательно такую вы можете сами себе выбрать допустим можете какой-нибудь красивый ажурный выбрать рисунок там веточки какие-нибудь или листочки комбинезоны вязала у меня были выпуклые такие листочки из лицевых петель были выпуклые листочки поэтому тут уже как вам больше нравится так вы и делаете значит и по рукавчиком у меня идет вот такая вот ажурная дорожка вот так смотрите здесь я вывязала вот и начала прям вязать когда разделила петли на рукав и вывязала росток и потом начала вязать эту дорожку разделила пополам рукав набрала и вязала если допустим опытные вязальщицы уже знают как это делать то я долго на этом останавливаться не буду а если кто новенький пишите в комментариях я в личном сообщении вам обязательно напишу отвечу на ваш вопрос если вас что-то будет интересовать тут самое главное чтобы был рассчитан реглан и расчет по реглану значит смотрите набирайте 64 петли и вяжите это вот скосовые регланные линии у нас идут по 2 петелечки еще раз повторяю 16 петель у нас пойдет на спинку и по 12 петель у нас пойдут на полочки вот вывязываете росток делите рукав на три части вывязываете росток и потом вяжите все на круговых спицах здесь у меня спицы были использованы четверка потому что ниточка у меня плотная здесь я использовала четверку вы смотрите по своим списам какие вы спицы будет посты по своим ниткам какие вы нет ниточку какую будете использовать такие берите спицы хотите поплотнее связать потоньше берите спицы по легче связать берите потолще спицы кофточка очень интересная получается вроде ничего здесь такого сильно сложного нет но она очень даже симпатично смотрится этот жакетик и он такой хлопчатобумажный легкий на вечер на утро ребенку одевать можно потом в дальнейшем если у вас есть желание можете сюда связать какие-то штанишки допустим укороченные штанишки также сделать этот отделочку какую-нибудь и связать и будет костюмчик можно сюда шапочку связать еще какой-нибудь типа или берете кожурной если для девочки для мальчика можете связать какую-нибудь бени шапочку будет очень красиво смотреться и уже будет у вас полноценный костюм может кто-то для внуков для детишек захочет связать кто-то на подарок это я связала внучки внучка приедет скоро в гости я вот или подарю такой вот жакетик здесь у меня деревянная вот такая вот штучка я покупала когда вязала на заказ я очень много всяких этих для декора покупала всяких пуговичек деревянных красивых там какие-то зверюшки были вот очень красиво детские вещи смотрятся вот с такой отделкой так это кажется что я вам обещала показать по поводу этого жакетика сейчас я еще вам покажу процесс вязания своего зеленого свитера из серо-голубого свитера на каком этапе он у меня остановился так дорогие девчонки смотрите вот на этом этапе у меня остановился мой процесс вязания моего серо-голубого свитерка здесь вот смотрите это пятнышко здесь просто нитка уплотненная такая я вот вам сейчас поближе покажу она вот про сразу кидается бросается в глаза я потом когда буду его стирать я аккуратненько ее иголочкой подцеплю и вытащу вот сейчас не стала ничего делать потому что как бы не нарушать не вытягивать петли а потом когда уже я буду делать в это я намочу изделия и тогда уже потихоньку это все вытащу значит здесь связала я вот смотрите погончик вот перешла на окат отпарила сейчас буду окат вязать потихоньку вижу потому что процесса процессы у меня не останавливаются еще домашние другие дела поэтому насколько хватает у меня времени насколько я вот спинка по спинке делала обязательно росток два с половиной сантиметра у меня пошел и вот такой вот вот на таком этапе я остановилась нитка вот смотрите ложится очень хорошо это я вам рассказывала про перуанскую альпаку вот она смотрите как ложится это ниточка ровненько и он получается тоненький и будет очень теплый потому что нитка я вязала из этих ниток она очень теплая эта нитка здесь я вам рассказывала в прошлом видео сейчас не могу сказать по поводу состава нет поблизости у меня этикетки в следующем видео буду когда снимать этот процесс я вам обязательно расскажу какое процентное содержание здесь альпаки вот теперь следующий процесс так следующий процесс у нас это вот этот зеленый свитерок вот на каком этапе я остановилась смотрите я провязала уже вот так по боковой боковой линии сейчас я вам покажу вот видите вот такое расстояние по боковой линии где-то сантиметров наверно 20 я уже провязала по боковой линии вот здесь значит у меня смотрите нитка пошла немножко другого тона но я вам скажу что не сильно не сильно она отличается по цвету вот здесь у меня спушок же идет потому что здесь добавлено у меня кидмохер а дальше я пошла вязать просто из альпаки шерсть альпакой и альпака с мериносовой шерстью вот соединила две ниточки по плотности они почти совпадают я начала вязать вот здесь сейчас насколько у меня здесь хватит ниточек я провяжу потом буду уже комбинировать так как не так больше нет и наверное придется скомбинировать какой-то другой цвет но это я вижу экспериментальный свитерок как он у меня получится тогда я уже буду следующий допустим куплю какие-то нитки более дорогие и буду уже вязать из тех ниточек вообще конечно мне очень нравится сам процесс вывязывания погонщика я раньше его как-то не не особо знала как его вязать да и не не попадались мне заказы с таким рукавом поэтому я больше вязала реглан сверху а сейчас вернее реглан сверху обычным способом а сейчас вот посмотрела вы знаете очень даже симпатично он садится здесь окат красивый получается здесь вот плечо само хорошо получается садится спинка тоже смотрите поэтому если кто не вязал я просто рекомендую попробовать хотя бы одну вещь связать таким этим ну этот вагон рукав погон попробуйте свяжите мне кажется вам очень понравится сейчас покажу еще один процесс вернее не процесса уже готовую футболочку кофточку которая у меня было до этого связано я просто хотел сказать показать вам если кого-то заинтересует как она вязалась я сниму видео так вот такая девочки кофточка ну это или маечка или футболочка или кофточка или как хотите назовите вот она связана из вот этих ниточек что вам я говорила ярнарт ярнарт джинс она белые у меня я вязала розовый комбинезончик детский и остались ниточки и чтобы как бы они не завалилась женщина на бок сейчас и чтобы они у меня не пропадали и не валялись я решила вот связать вот такую вот на лето кофточку значит тоже реглан сверху у нас идет накиды идут не из протяжки а накиды по рукаву идет вот такая вот у меня смотрите которые вам говорила можете пустить вот такую красивую дорожку по рукаву там уже вы смотрите сами можете сюда какой-то ажурный рисуночек сделать вот здесь у меня вывязаны вот такие вот из вытянув вытянутых петель такие цветочки можете не вязать это сердечки вообще но они так вот заглажены что их не видно особо что это сердечки но вообще это задумывалось как сердечки здесь можете вы не обязательно там это я уже украшение сделала а вы можете допустим связать что-то видите из кусочка все связано комбинировала потому что не так было мало и пришлось вот комбинировать вот такая вот кофточка вот так она смотрится в общем процессов целая куча кое-где еще есть у меня в закромах и мои недовязы все хочу заняться ими но никак не доходят руки потому что бывает что срочные заказы заказов беру мало но беру чисто для саморазвития пробовать вот поэтому я сейчас покажу вам эту кофточку а вы уже решите сами если кто-то захочет я дам на нее расчет как я набирала сколько петель так вязала но не подробное описание допустим по петлям там сколько прибавляем сколько убавляем экспресс мастер-класс по чем по расчету по схеме вязания по размеру я вам дам такой мастер-класс экспресс ну хорошо девочки в общем буду заканчивать я свои видео потому что сейчас у меня другие пойдут дела домашние поехал дедушка за внуком привезет сейчас мне надо его накормить надо с ним позаниматься потому что они тоже требуют внимания внуки погулять велосипед у нас еще есть мы будем кататься на велосипеде в общем как и у всех наверное у бабушек очень много забот с внуками хочу с вами сегодня попрощаться желаю всем хорошего дня солнечного дня следите за собой любите себя следите за своим здоровьем обязательно соблюдайте сейчас все рекомендации потому что все это дается неспроста все рекомендации которые нам дают мы хотя бы на 50 процентов должны выполнять чтобы быть здоровыми чтобы наши детки были здоровыми всем желаю вязальщицам ровных петелек подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии всем пока пока и и и и и и и и